Недоумение вызывает, в общем-то, все. Разброс фамилий, должностей, профессий, почему сейчас. Но главное, возьмем самый громкий случай этапирования в Москву хабаровского губернатора Фургала. Батюшки Светы! Если все эти люди – казнокрады, коррупционеры, бандиты, жулики, воры и даже убийцы, то сколько их там еще? И уж простите, кто тогда нами все эти годы правит? Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Кировской области Никиты Белых. Главу Коми Вячеслава Гайзера и его сообщников подозревают в создании преступной группы и в мошенничестве. Бывшему губернатору Хорошавину и его адвокатам не удалось оспорить арест своего имущества. Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко на этой неделе вышел из колонии условно-досрочно. Министру экономического развития России Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством и в особо крупном размере. В Кировской области задержан вице-губернатор региона Андрей Плитко. В Приморье задержан бывший вице-губернатор края Василий Усольцев. В Санкт-Петербурге в эти минуты избирают меру пресечения вице-губернатора Псковской области Александру Кузнецову. На Камчатке задержали министра здравоохранения края. Глава управления МВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Сегодня был задержан бывший глава республики Марии Элл Леонид Маркелов. Во вторник стало известно задержание главы Утмурти Александра Соловьева. И начинаем с громкого задержания на Сахалине. Там наручники надели на министра сельского хозяйства области Михаила Кузьменко. Рауф Арашуков, которого называют самым молодым сенатором, сегодня стал первым членом Совета Федерации, которого из зала заседания увели на допрос. Бывший губернатор Брянской области вышел на свободу из тюрьмы условно-досрочно. Ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юрьевича поступило в суд Екатеринбурга. В Новосибирский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего губернатора региона Василия Юрченко. Сегодня Следственный комитет распространил кадры задержания бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. 15 июня позавчера в городе Омске был задержан первый заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург. Здание Лефортовского суда, пожалуй, еще не видело такого наплыва родственников одного конкретного подсудимого. Все эти люди пришли поддержать бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, арестованного за хищение бюджетных средств. Если к министрам и губернаторам добавить арестованных мэров, то получится целый гулаг из высшего чиновничества.